Привет всем! Просили меня раскрыть тему о медицине в Польше. И вот, наконец-то, я решилась. Во-первых, прошу прощения, что давно меня не было на канале. Мы ездили в Украину, в Одессе были. Потом у нас дни рождения, что у младшего, что у старшего. И немного приболели, так что тема актуальна. В Польше существует государственная страховая система. Это, естественно, касается тех, кто работает официально и платит налоги. Но эту же государственную страховую можно купить и за наличку. Ну, не то, что за наличку, я имею в виду, купить самому себе, если вдруг у вас почему-то оно не предоставлено. Например, если я не ошибаюсь, если работают на умове джао, то, по-моему, он не предоставляется, эта страховка. Поэтому, ну, в общем, при желании можно ее просто пойти в NFZ, в офис, и купить себе такую страховку. Но если вы как бы работаете даже на умове ослецения, на умове опрате, то, естественно, на умове ослецения просто больничные не оплачиваются, а на умове опрате оплачиваются, а именно само страхование, оно как бы и там, и там одинаково. Как тут все происходит? Вот, естественно, даже еще, наверное, мы перед отъездом интересовались этим вопросом и часто слышали о том, что в Польше, ну, во всей Европе, в принципе, очень большие очереди к врачам. Рассказываю, как оно на самом деле есть. К обычному терапевту, которому вам нужно попасть обязательно даже перед посещением, в принципе, узкого специалиста, узкопрофильного специалиста, вам все равно нужно пойти к обычному врачу. К обычному врачу, терапевту, семейному врачу, по-разному называется, попасть вообще без проблем. То есть это день в день. Утром вы звоните просто в поликлинику, в которой стоите на учете, и записывайтесь в течение дня, вас запишут. Если вдруг не к вашему вы попадете, мало ли, может, бывает такое, что звонишь, а уже расписан весь график у вашего именно врача, у которого вы ведетесь, то вас запишут к какому-то дежурному другому, у кого есть свободное время. Ну, как бы, проблемы с этим у меня лично еще никогда не было. В крайнем случае, опять же, есть другие там дежурные поликлиники по районам, которые работают в основном там в праздничное или в ночное время. Можно и туда, в крайнем случае, обратиться, если вдруг все-таки не удалось в вашей поликлинике найти визит. Если что-то экстренное, то, естественно, можно всегда и в больницу поехать, и скорую вызвать. Скорая тут приезжает. Не так, как я слышала в южных странах, в Италии, Испании. Она вообще может не приехать. Тут работает нормально скорая помощь. И, ну, в общем, попали вы на визит уже. То есть к обычному врачу попасть не проблема. Это я говорю за взрослых. По поводу детей, то к вашему терапевту, в педиатру, вернее, вы знаете время визита, и вообще не нужно записываться. То есть приходите просто в обычную живую очередь. Но что хорошо вот по поводу детских врачей, то что тут есть разделение. Допустим, с двух, например, до пяти принимает она, наша врач, допустим, здоровых детей. С трех, там, с пяти, там, до семи, допустим, по болезням на контрольный визит. А с такого-то, по такое-то время по больных детей принимает. Если вдруг срочно, допустим, вас не влазите в этот график, то опять же вас возьмут к другому врачу. Если вы пришли, допустим, срочно нужно там прослушать ребенка или еще что-то, но вы хотите сейчас попасть в врачу. У нас было такое, что именно у нас, наши, допустим, врач, она только по средам принимает только здоровых детей. В этот день, это вообще отдельное крыло в отделе детской педиатрии, в этот день делают прививки просто. То есть туда вообще не пускают больных детей, туда приходят только по записи заранее, именно вот среда, этот день, вот день для прививок для здоровых детей. То есть у нас как-то надо было, такая ситуация была, что нужно было именно в среду попасть к врачу, поэтому мы пришли просто в регистратуру, где больные дети приходят, и нас привели просто к другому, какому-то дежурному врачу вообще без проблем. Что касается профильных врачей. Для того, чтобы попасть к профильному врачу, узкопрофильному врачу, то вам нужно направление от обычного вашего, то есть семейного врача. Это что касается, что детской медицины, что взрослой. Есть, допустим, стоматология, конечно же, не надо. Не буду говорить, что еще, но какие-то есть врачи, которых не надо, я уже просто забыла, но сталкивалась я с этим тоже. Но в основном нужно. Но это не каждый раз. Это в принципе только, можно сказать, первый раз. Например, мы ходили там к дерматологу. У нас как бы у Веры родинки, у меня родинки, их нужно контролировать. И потому как бы нам наш педиатр, и в том числе мой терапевт, сказали, чтобы мы записались к дерматологу и стали там на учет, как будто бы уже в отдел дерматологии. Дал нам соответственно, ну то есть мне мой врач, Вере Верин врач, дали направление к дерматологу. То есть мы записались на прием. Да, мы ждали визита полгода. Да, это было так. Но, то есть это такой врач, да, что дай бог, что экстренно, то есть никакой потребности нету. И не будет. И мы, соответственно, пришли, нас проверили, и врач сказал, что и так теперь вы записываетесь раз в год регулярно ко мне на визит. То есть, соответственно, мы пришли сразу же после этого визита к секретариату, к регистратуру, и нас сразу же записали там на следующий раз, ну там, Вере, надо было через полугода прийти, но неважно. То есть нас сразу же записывают на следующий, как бы, контроль, вот, контрольная проверка. Так же само обстоят дела во всех вообще отделениях таких. То есть второй раз, соответственно, уже не нужно брать направление. Вы уже как будто бы зарегистрированы в этом отделе. В отделе кардиологии, в отделе, там, дерматологии, в отделе еще каких-то там, которые вам нужны в общем профильные. Поэтому, да, сначала у меня тоже был шок, что нужно, ой, как надо долго ждать, особенно когда у нас родился малыш, и нам нужно было срочно сделать, ну не то, что срочно, но просто как бы родился ребенок, нужно записаться к ортопеду, к невропатологу, сделать УЗИ головного мозга, там, все вот это вот то, что необходимо, и давая обзванивать, где есть свободные места ближайшие, потому что действительно по 4-5 месяцев ждать нужно визит. И, ну, я тогда была в шоке, я возмущалась, но меня как бы успокаивали, мне говорили, да перестань, да ты только первый раз с этим сталкиваешься, что тебе тяжело найти, да, вот ближайший какой-то термин, но потом все как бы наладится у тебя. И так оно у меня в принципе есть, вот уже год прошел, я уже просто живя тут, я завела себе отдельно календарик, ну, то есть еженедельник он у меня, можно сказать, то есть я открываю маленький он у меня, на неделю у меня запись, что, ну, во-первых, какие там какие-то дела есть, ну, и врачи, потому что вы же понимаете, когда имеешь детей, и в принципе я тоже люблю контролировать свое здоровье, то есть у меня постоянно какие-то записи раз в неделю, да куда-то у нас есть визиты. И эти записи бывают наперед очень далеко, поэтому, чтобы не забыть, это все мы, конечно, контролируем. И, соответственно, так же вот у нас со Стефанком вышло, да, вот первый раз мне было тяжело эти визиты найти, но потом нас сразу же, то есть, опять же, эти направления нужно было брать, к ортопеду направление возьми, к невропатологу направление возьми. Еще уже не помню, куда мы еще ходили. И сейчас, то есть, нас регулярно просто записывают, то есть мы приходим, мы приходили к ортопеду даже раз в три месяца, не была это такая большая проблема, записаться. И нас в следующий раз всегда записывали. То есть мы потом пришли, вот ему было шесть месяцев, нам сказали, в следующий раз придете, когда ему будет уже год. И, соответственно, нас сразу же записали уже примерно там на декабрь месяц, вот мы уже были недавно на контрольном визите просто. Соответственно, как бы проблемы в этом нет. Бывает, если у кого-то очень-очень сложная, ну, серьезная ситуация, там, ну, не то, что серьезная, а срочная, да, ситуация, то можно позвонить именно эту клинику, где поликлинику, в которой вы стоите на учете. Можно позвонить, то есть вы имеете право, если вдруг у вас есть направление, например, к какому-то узкопрофильному врачу, вы имеете право по всему городу вообще абсолютно спокойно звонить и искать в ближайшее время визита. Мало того, что еще есть такая возможность, если вы нормально сможете объяснить, если нормальный человек на регистратуре попадется, вы можете объяснить, что вот такая ситуация, да, срочно надо. Вам могут сказать, что оставьте номер телефона, допустим, да, или вы сами можете попросить, могу я оставить номер телефона. И если вдруг будут отменены какие-то визиты, потому что, опять же, люди записываются заранее, иногда на просто контрольный какой-то визит, потом взяли и передумали, и все бывает в жизни, у кого-то не получилось просто. И они могут вас набрать и сказать, что вот, допустим, через неделю будет свободное место, ну, допустим, по вашему направлению, можете прийти. Такой опыт у меня лично тоже было даже, когда я беременна, помню, была по стоматологии, у меня очень беспокоили меня зубы, и я постоянно как бы искала срочные какие-то визиты, и мне вот, мне не раз вот так вот звонили, говорили, вот освободилось место, приходите, даже вплоть до того, что сегодня-завтра это было. Вот, и по поводу тоже стоматологии, если уже даже дошли до этого, то, я уже, кажется, рассказывала, не помню, то в Польше бесплатно, ну, не бесплатно, вот, по страховке NFZ ZUS имеют право лечиться дети, молодежь, подростки до 24 лет, это полностью все зубы, каналы, зубы, даже счищать камни и полировка зубов, дальше, и беременные, и, кстати, по поводу беременности, я же была как бы беременна и тут, и проходила через это все, у меня зубы страшно рушились, и я просто раз в 2-3 недели, наверное, ходила с каждым разным зубом к стоматологу, и была проблема у меня та же, что они при беременности снимок-то не делают, и они не могут, как бы, понять, что у меня там с каналом, да, что у меня с нервом, или нерв, проблема в нем, или еще что-то другое, поэтому у меня очень часто вот просто на... кто-то не хотел вообще браться за меня, кто-то так на ощупь, как-то они мне там работали, но они сказали, что в основном, если женщина готовится к беременности, это нужно сделать панорамный снимок, кстати, панорамный снимок тоже до 24 лет только бесплатно делают, потом уже платно, и тогда уже беременной ходить, но я говорю, ну это смешно, конечно, тут жизнь непредсказуема, ну в общем, дальше всех остальных, то есть, если кто не беременный и возраст уже за 24 вышел, то тогда бесплатно, но по страховке лечатся только передние, передние, лицевые, 6 верхних зубов и 6 нижних зубов, остальные, то есть, 3, 3 в правых, 3 левых, верхние и нижние, дальше следующие зубы уже не входят в эту страховку, что еще, опять же, говорила уже, в скорую можно всегда приехать, да, это все работает, это все тоже без проблем, экстренная помощь тут работает, у нас была ситуация, когда у нас малый с кровати упал, ему было там месяца, 4-5, я не помню, но мы пришли, у нас как раз в тот день нужно было идти к нашему обычному педиатру, и она сказала, ну, все как бы нормально вроде бы, ну, это же малыш маленький, поедите все-таки в больницу на всякий случай, проверьтесь. Мы поехали, уже вечером я дождалась, мы уже с работой, мы на машине все дружно поехали, и нас при, ну да, там очередь была, естественно, просидели мы там минут 30, наверное, в поликлинике с этими травмами, это отдел травматологии, там очень много детей тоже со всякими травмами разными, но тем не менее, как бы приняли по страховке все в порядке. Что еще интересного можно рассказать? Всякие вот УЗИ, кардиограммы, томограммы всякие, это тоже все возможно делать по этой страховке. УЗИ как бы вообще без проблем, да, то есть даже элементарно, вот мы просто ходили контрольные, у нас были визиты у мужа моего, ну там, кардиограмму они делали, кардиограмму вообще день в день, это просто вот так вот мы пришли к терпевту обычному, ну пожаловались там, какие-то там, сильный пульс там часто, или еще что-то такое, он говорит, идите кардиограмму вот в тот кабинет, прямо сейчас сделайте, сделали, а потом уже дальше, допустим, ну все нормально, ну пойдите, если хотите еще обследовать, сделать УЗИ сердца, допустим, да, но это уже нужно идти, он дал направление кардиологу, то есть надо идти к кардиологу, и после кардиолога, кардиолог даст направление на УЗИ сердца, ну то есть и есть в этом всем заморочка, конечно, такая, но это все просто нужно выстроить себе определенным чередом, и для нас уже, допустим, это не составляет проблем. Даже те же, допустим, если вдруг кому-то надо серьезные какие-то обследования, компьютерные томограммы, это тоже я читала, что можно делать на NFZ, ну по страховке. Дальше, допустим, психолог тоже может быть по страховке, и тут это абсолютно нормальная практика, многие люди ходят, детей водят, нормальное абсолютно явление, непостыдное, и в принципе термины тоже, то есть я знаю, что не так долго это все можно и ждать. Да, один раз я слышала историю, что девочка мне рассказывала, что чуть ли не через два года ближайший визит был, но и другой опыт я слышала, это она так попала, потому что я слышала, что за две недели, за три недели можно записаться без проблем, просто нужно найти нормальное место. Вот. Так что не все тут так страшно, как рассказывают, рассказывают, и как кто-то где-то слышит, просто это нужно к этому привыкнуть, нужно войти в эту колею, и все будет нормально. И врачи тут тоже нормальные, хорошие, да, опять же, нужно выбрать себе, потому что какой вам подходит, у каждого разные взгляды. Были такие, я видела, попадала на таких врачей, которые, у меня были спина, а, примите какой-то антибиотик, все будет нормально. Было и такое. Но это же вы понимаете, у каждого свое, у каждого свои взгляды и понятия, поэтому я, допустим, поменяла где-то трех терапевтов, обычных семейных врачей, чтобы попасть именно к нормальному уже, и, но подобрала себе, как бы там ни было. Педиатр у нас вообще шикарный, прекрасный, она такой, я у нее даже спрашивала, я говорю, вы случайно не получали какое-то медицинское образование в постсоветском пространстве, потому что вот, ну вот, она прямо говорит, вот как наши врачи, вот, ну мне так, она так нравится, она смеется, говорит, нет-нет, но когда-то она практику проходила, кстати, в Крыму. Вот так, в общем, если я что-то не договорила, если я что-то интересующее вам не упомянула, пожалуйста, задавайте вопросы, без проблем, я отвечу на них. Надеюсь, было интересное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите за новинками, буду стараться выкладывать новые видео.